Доброе утро, дорогие телезрители! Мы продолжаем наше вещание с вами в студии Мадина Лайпанова. Шах и мат. 20 июля отмечается Международный день шахмат. Этот всемирный праздник объединяет всех любителей и профессионалов высокоинтеллектуальной игры. В нашей республике отношение к шахматам самое, что ни на есть уважительное. И сегодня к нам в гости пришел один из самых титулованных шахматистов Карачаева-Черкесии. Ну а прежде, чем мы с ним познакомимся, я предлагаю узнать, какая погода ждет нас в эту пятницу. В Карачаево-Черкесии ночью преимущественно без осадков, днем местами кратковременные дуще гроза. В отдельных районах сильный с градом и шквалом до 25 метров в секунду. Ветер восточный с переходом днем на западный 6,11, температура ночью 15,20, в горах до плюс 14, а днем 25,30 градусов тепла и местами до плюс 23. В южной части высокая пожароопасность. В Черкесии ночью без существенных осадков, днем кратковременные дуще гроза. Ветер восточный с переходом днем на западные 6,11 метров в секунду. Температура ночью 17,19, а днем 27,29 градусов тепла. Сегодня у нас в гостях президент Федерации шахмат Карачаева-Черкесской республики Батыр Джен Кезов. Здравствуй, Батыр. Здравствуйте. Рады видеть тебя сегодня у нас в гостях. Как я уже сказала ранее, 20 июля ежегодно отмечается Международный день шахмата. И ты у нас один из самых титулованных шахматистов в нашей республике. Помимо этого, ты возглавляешь Федерацию. Это достаточно ответственная такая должность. Вот хотелось бы узнать, ты как руководитель данной организации, что можешь сказать, насколько шахматы сегодня популярны у нас в республике, пользуются ли спросом и часто ли обращаются в Федерацию, может быть, с какими-то вопросами по организации, может быть, мероприятий или проведению каких-то соревнований. Шахматы очень популярны в Карачаево-Черкесии. Этой игре все возрасты покорны. И дети, и взрослые, и наши старшие ветераны очень любят эту игру. Соответственно, востребованы спортивные мероприятия для различных возрастных категорий. Шахматы у нас развиваются в двух направлениях. Как система дополнительного образования для школьников и как профессиональный спорт. И в том и в том направлении регулярно проводятся мероприятия, и вовлечено достаточно большое количество шахматистов не только в Черкесске, но и в районах республики. Ты возглавляешь Федерацию шахмат относительно недавно, то есть в этом году ты встал на эту должность. Скажи, пожалуйста, за этот прошедший небольшой период, что можешь уже сказать, может быть, какой-то итог из увиденного? Есть ли куда расти, стремиться в Федерации, какие-то планы намечены уже? Времени действительно прошло немного, но мы активно начали работу. Карачаево-Черкесия была представлена практически во всех заслуживающих внимания мероприятиях. Это и Всероссийский конкурс «Белая ладья», это и первенство России, первенство Северо-Кавказского федерального округа, высшая лига шахмат России. Плюс мы провели мероприятие для ветеранов отдельно. Планируем провести первенство республики. И работа ведется, и наша задача не останавливаться на достигнутом. Скажи, пожалуйста, самый, наверное, популярный вопрос среди родителей. Куда можно отвезти своего ребенка, чтобы вот он начал играть в шахматы? Где вот у нас в республике доступны секции? Куда можно отвезти? У нас секции шахмат в Черкесске в спортивной школе «Победа». В Учкикене это спортивная школа «Чемпион». Плюс есть в Ногайском районе очень сильная школа шахмат. Есть шахматная школа «Каиса», которая также принимает учеников и готовит спортсмена высокого уровня. Есть ряд частных тренеров, дающих уроки. Поэтому при желании найти себе тренера, который, с одной стороны, как познакомит с этой игрой, позволит сделать ее частью культуры современного образованного человека, а в случае необходимости подготовить спортсмена высокой квалификации, такие тренеры у нас есть. То есть кадровый вопрос, в принципе, он как бы закрыт, да? Вопрос всегда открытый. Но база какая-то существует. Совершенства нет предела, но база, безусловно, есть. Но хочется большего, хочется, чтобы каждый ребенок в каждой школе, в каждом муниципальном районе и населенном пункте имел возможность заниматься этой игрой. Я думаю, что федерация будет вести активную работу в данном направлении, чтобы шахматы стали такой достаточно очень популярной игрой. Как сказала я ранее, ты сам являешься шахматистом, причем достаточно таким титулованным. И это можно наблюдать по количеству наград, грамот и медалей, которые сегодня у нас здесь присутствуют. Вот скажи, пожалуйста, с чего началась твоя любовь к шахматам? Как так получилось, что ты увлекся этой игрой? Сколько тебе лет, может быть, было? Маленький или взрослый уже человек ты был? Как это все происходило? Увлекался я всегда, но как-то системно начал заниматься, уже будучи взрослым человеком. Это было в период самоизоляции, когда было много свободного времени. Плюс активное развитие интернет-шахмат позволило как тренироваться онлайн, так и участвовать в турнирах онлайн. Поэтому моей шахматной карьере способствовало буквально несколько лет. Не могу сказать, что... Но любил всегда, но нашел возможность. Так сошли звезды, что начал заниматься и работать в этой сфере несколько лет. А среди представленных наград или вообще в принципе тех, которые у тебя имеются, для тебя какие самые дорогие, может быть, не только по статусу, но просто сердцу самые дорогие? Каждый шахматный турнир, особенно тот турнир, которому удается подойти в оптимальной форме и показать хороший результат, он, безусловно, дорог сердцу. Это и онлайн-турниры, где удалось играть на официальной площадке Международной Федерации шахмат со спортсменами со всего мира. Это и очные мероприятия, в том числе и за пределами республики, когда удалось стать частью шахматного праздника. Поэтому каждый трофей, каждое соревнование близко к сердцу. А у тебя есть, скажем так, кумиры в шахматном мире? Может быть, чей стиль игры ты хотел бы как-то перенять или научиться чему-то? Есть ли шахматисты, чьи игры ты всегда смотришь? То есть на кого ориентируешься? — Безусловно, было много гениальных шахматистов в истории. Это всегда бесконечный вопрос, кто сильнее, кого бы мы выделили бы в качестве пятерки. Но я бы скажу, что по стилю мне близки шахматисты, которые разделяли сотни лет. Это и американец Пол Морфи, это и гениальный рижский кудесник шахмат Михаил Таль, а из современных, конечно, Магнус Карлсон, который, безусловно, наверное, величайший в истории. Вот шахматы — это общепризнанный спорт, вид спорта. Любой спорт, он требует тренировок усиленных, да, по определенной системе. Существует ли у тебя у самого такая система, и там, допустим, три раза в неделю я должен делать вот это, пять раз в неделю в это? Это как происходят тренировки именно в шахматах? Или это просто игра? Вот ты постоянно играешь, играешь и нарабатываешь? Зависит от поставленных задач. Кому-то ближе шахматы как игра, при этом он не ставит перед собой каких-то больших целей. Для кого-то спортивная составляющая на первом роли. Кому-то нравится роль исследователя шахмат, он занимается изучением тех или иных аспектов игры. Есть специальный раздел шахматной композиции, который построен на изучении шахматных задач. Мне интересны все аспекты, безусловно, и спортивный, и исследовательский аспект. Тренировки должны быть системными, пусть немного времени, но каждый день. Безусловно, эта система включает в себя изучение всех стадий игры, как начало, середина, так и завершающей стадии. Это очень важный аспект этой тренировки, работа над ошибками. И самостоятельный анализ, и анализ на компьютере, какие были ошибки во время игры, чтобы их не повторять. Для меня лучшей моей партией является не та, в которой я выиграл, а та, в которой я сыграл как можно более качественно, вне зависимости от результата. А то есть можно сыграть качественно, но при этом проиграть? Да, безусловно, соперник может оказаться высшеклассом. Это вполне естественно. Я считаю, что главный соперник, это я сам, нужно в шахматном плане каждый день становиться лучшей версией себя. Это главная цель. То есть такая мотивация достаточно присутствует, серьезная, да? Ты не соревнуешься с другими, ты соревнуешься сам с собой, да? Да, да. Но тем не менее, как ты сказал, карьера относительно недолгая, да, несколько лет, но ты уже поучаствовал в крупных турнирах. Вот хотелось бы узнать, познакомился ли ты с какими-то интересными людьми, шахматистами, я имею в виду, может быть, из разных стран. Замечаешь ли ты, что у людей, которые играют в шахматы, что-то общее есть, вот хоть и проживаете вы в разных странах, допустим? Да, безусловно. Девиз Международной Федерации шахмат, создание которой, сейчас мы празднуем в качестве Всемирного дня шахмат, это «Мы одна семья». Безусловно, шахмат – это универсальный язык, на котором говорят люди, представители самых разных культур, языков, наций и государств. Что касается моего общения, в основном это онлайн, но, безусловно, коммуникация есть, в том числе и с представителями Федерации различных государств и Федерации шахмат России. Мы планируем, что в комиссиях Федерации шахмат России будут включены шахматисты из Карачаева, Черкесии, что эта коммуникация будет, в том числе, и на официальном уровне. Ты, как человек, который давно занимается шахматами, и для тебя это очень такая серьезная часть жизни, скажи, пожалуйста, как ты считаешь, шахматам надо учиться вот в юном возрасте или все-таки можно, когда это уже взрослый человек? Вот, ну, бывают же люди, которым, в принципе, это интересно, но они особо-то не играли и, может быть, стесняются начинать. Как ты считаешь? Начать можно в любом возрасте. Я думаю, что те люди, которые познакомились с этой игрой, превратили ее в часть своего досуга, никогда об этом не пожалеют. Шахматы — самый прекрасный инструмент фитнеса для мозга, который позволяет нашей мыслительной системе быть в работоспособном состоянии, потому что человеческий ум — это такая специфическая вещь. Ум практически никогда не гибнет от износа, но очень часто ржавеет от неупотребления. И шахматы в этом плане — самый важный инструмент, безусловно, не единственный. То есть, если вы изучаете иностранные языки, решаете математические задачи и много читаете, шахматы принципиально ничего нового не дадут. Но если вам тяжело находить время и мотивацию на такие сложные занятия, то шахматы в этом плане — незаменимый инструмент, который развивает оба полушария головного мозга, который позволяет детям активно развивать свои когнитивные навыки, а людям постарше — держать свой мозг в тонусе до глубокой старости. Если говорить о чертах характера, которые развивают шахматы, любой спорт, он в первую очередь тренирует дисциплину. А что еще, допустим, развивают те же самые шахматы, как ты считаешь? Шахматы, безусловно, тренируют дисциплину в плане умения нести ответственность за принятые решения, уметь видеть последствия принятых шагов, уметь проигрывать достойно, понимать, что та или иная неблагоприятная ситуация может сложилась как результат, как следствие принятых шагов. Шахматы позволяют справляться с различными разочарованиями, что очень важно для молодежи. Понимать, что в жизни очень многое от нас не зависит, что жизнь — это действительно шахматная доска, нужно уметь делать правильные ходы. Достаточно такая серьезная, прям философская, я бы сказала, такая составляющая. Вот на твой взгляд, как сегодня можно заинтересовать людей тем, чтобы они начали заниматься шахматами? Детей понятно, я думаю, родители в основном осознают, что нужно как бы ребенка интеллектуально как-то тренировать. А взрослого человека как можно заинтересовать? Я думаю, что любой взрослый человек, который увидит, какая страсть творится на шахматной доске, какие кипят эмоции, что шахматная доска — это тоже поле битвы, что инстинкт охотника можно реализовать, сидя за шахматной доской. Я думаю, что это дает очень сильные эмоции, сравнимые с... С футбольным матчем. С футбольным матчем, с охотой, с рыбалкой. То есть шахматы в этом плане — это безграничный инструмент, который покоряет именно своим масштабом, своей бесконечности. А у тебя было такое в жизни, что друзья, допустим, или знакомые, которые ранее не увлекались шахматами, ну вот с тобой, скажем так, плотно начав общаться, они как-то подсаживались, скажем так, на это? Да, безусловно. Многие мои знакомые, играя со мной, особенно когда играем в режиме тренировки, я им показываю бесконечные возможности. И когда у них начинает получаться, многие, как вы говорите, подсаживаются. Так что шахматы в этом плане очень заразительные. И этот пример, безусловно, более положительное. Положительное увлечение. Своим примером ты как бы показываешь, да? Люди начинают интересоваться больше. А к тебе наверняка часто обращаются за советом новички, да? Вот с чего мне начать, как бы, играть в шахматы? Или посоветуешь, может быть, какие-то стандартные ходы? Есть ли такое вообще? Ну, как ни парадоксально, как говорил великий чемпион Хосе Раулько Пабланко, шахматы нужно изучать с конца, то есть с матовых задач. Мат в один ход, это позволяет с одной стороны запоминать, как ходят фигуры, а с другой стороны всегда держать в голове главную цель, это поймать, то есть заматовать вражеского короля. Поэтому шахматы нужно изучать с мата в один ход, в два хода, и так постепенно от конца двигаться к началу. В этом парадоксальность шахмата. То есть я правильно понимаю, что можно поставить мат одним ходом, начав игру? Нет, нет, мы говорим о специальных задачах. То есть специальные задачи на мат в один ход, которые используют те или иные шахматные мотивы, например, слабость последней горизонтали, слабость тех или иных фигур. То есть мы специально учим, создаем на доске позиции, мат в один ход или в два хода. То есть как бы ты пошел, да? Да, найди выигрывающий ход. Один, да? Да. Начинаем с первого хода. Новичкам может быть сложно вникнуть в позицию, которая требует несколько ходов. Начиная с одного хода, и очень важно, чтобы эти матовые задачи касали всех фигур. Мат можно ставить пешкой, можно ставить той или иной фигурой. Мат можно поставить путем, убрав короля с пути своей фигуры, так называемый скрытый шах, а затем мат. И постепенно усложняем задачи для того, чтобы спортсмены глубже проникали в позицию. Шахматы лучше изучать с конца, ставя мат и понимая, что к этому приводит. Потом мы постепенно приходим к тому, что мы начинаем формировать так называемое тактическое зрение. Мы видим ту ситуацию на доске, которая обычно приводит к мату. Те или иные слабые поля, те или иные фигуры, которые стоят хорошо или плохо. Вот так потихоньку это все и формируется. Такой вопрос, немного провокационный. На твой взгляд, самая сильная фигура в шахматах? Безусловно, ферзь. Все-таки ферзь, да? Безусловно, ферзь, но я скажу, что ферзь – самая сильная фигура, но в шахматах есть самая коварная фигура – это кон. Поскольку он очень часто ходит непредсказуемо. Для него король… Конь, которого никто не любит. Король, окруженный своими фигурами, для коня – это не проблема. Он все равно может поставить мат. Даже шахматисты высочайшего уровня, гроссмейстеры, они всегда очень аккуратно играют против коня, потому что понимают, что в пылу борьбы очень легко пропустить неожиданный удар кованым копытом и проиграть партии. Как звучит красиво! Это прям вот как настоящее сражение сейчас прозвучало. Батарь, я не могу упустить такую возможность и попросить тебя провести небольшой мастер-класс. Наверняка нас сейчас смотрят любители шахматы или те, кто только начинает играть. Вот для новичка самый такой распространенный вопрос – с чего начать партию? Самые удачные ходы? Вот поделись. Для новичка лучше всего начать изучение с итальянской партии, которая известна уже свыше 500 лет. Этот дебют отвечает всем требованиям таким, как динамика, захват центра и так далее. Мы, белые, начинают с хода Е4, черные отвечают Е5 и идет активная фигурная борьба за центр. Мы каждым ходом и черные, и белые, есть более тихий, спокойный вариант итальянской партии, идет борьба за центр. В рамках итальянской партии мы выполнили все поставленные задачи. Мы захватили центр, мы не теряли темп, каждый ход был сделан отдельной пешкой или фигурой. Несмотря на свой спокойный вариант, итальянская партия хранит много сюрпризов, поэтому я рекомендую начать с нее и потихоньку двигаться к более сложным дебютам, более сложным системам. Я бы хотела заметить, что по факту получилось, что это как отражение, да, получается? Да, безусловно, некоторая зеркальность, да, зеркальность в итальянской партии присутствует, но с этим надо быть аккуратнее, потому что, пытаясь повторять ходы противника, можно попасть в ловушку. Именно симметричность итальянской партии, в этом ее плюс, легкость для изучения, но этот дебют не теряет своей актуальности уже много столетий. Вот это, наверное, самый такой животрепещущий вопрос, какая страна считается родиной шахмат? У нас есть несколько версий, одно из самых распространенных, что шахматы произошли от индийской чатуранги, которой полторы тысячи лет, что затем ее переняли арабы, назвали шатранжем, и уже в средние века в Европе шахматы приобрели современный вид. Но, по некоторым данным, в Древнем Египте существовала настольная игра, которая на тысячу лет старше индийской чатуранги, но она более похожа на современные шахматы. А некоторые исследователи говорят, что настольные игры в той или иной форме, которые легли в основу современных шахмат, что им может быть примерно 3,5-4 тысячи лет. чемпион мира Василий Смыслов говорил, что шахматы в силу своей уникальности скорее всего достались нам от какой-то очень высокоразвитой цивилизации, которые жили до нас, а возможно даже от инопланетян. Ну, немного заставляет в эту теорию чуть-чуть верить, потому что настолько уникально вообще само происхождение поля, одинаковое количество фигур, всегда одно и то же поле, но миллионы просто возможных комбинаций. Это вот все-таки что-то есть такое сказочное в происхождении шахмат. Безусловно, шахматы написаны на 100% математическом языке и теми людьми, которые этот математический язык знали в совершенстве. Что ж, Батер, это была очень интересная беседа, сегодня я много нового узнала о шахматах, но в завершении нашего разговора хотелось бы услышать от тебя небольшое пожелание всем любителям и ценителям шахматного спорта. Хотел поздравить с международным днем шахмат, пожелать успехов в любимой игре и помнить девиз международной федерации шахмат мы одна семья, что нет никаких границ, которые бы нас разделяли, главное играть в шахматы и совершенствоваться в любимой игре. Спасибо тебе большое за сегодняшнюю беседу, я желаю тебе успехов и процветания нашей федерации шахмат. Спасибо. Ну а с вами, дорогие телезрители, я прощаюсь ровно через неделю, смотрите новый выпуск программы Доброе утро. Редактор субтитров А.Семкин